К участникам акции антисаммит обратится депутат парламента Вячеслав Бондарь представляющий революционные новые Анены именно там начались первые протесты организованные учителями, школьниками села Новотроицкое, пожалуйста Добрый вечер, дорогие товарищи Добрый вечер и всем привет из новых Анен Уважаемые друзья, хотел много вам рассказать о Троице о том, как в этом маленьком селе стали все родители, все учителя чтобы защищать свои права и до сегодняшнего дня школа не закрыта она работает буквально вчера на заседании районного совета мы выбили из этой власти деньги для зарплаты педагогам для оплаты тепла, электроэнергии Дорогие товарищи, но хотел поговорить именно о наболевшем о злободневном, о котором говорим мы все буквально недавно, две недели назад я был по работе, по приглашению парламентской комиссии в Венгрии, там вместе с нашей комиссией в Будапеште естественно, общались мы с парламентариями общались с бизнесменами общались и просто с простыми гражданами венграми на удивление, страна практически в центре Европы давным-давно член Евросоюза и когда я их спросил, как вам живется в этом Евросоюзе они сказали, вы знаете, если бы мы знали, сколько будет проблем мы бы 10 раз подумали, чтобы туда поступать такой бюрократии, такого формализма, такой регламентации не было даже в социалистические времена, даже близко второй вопрос, какой я их спросил а как по сравнению, как в социалистические времена жили в Венгрии они говорят так, говорят, ну от того, что было во времена социализма особенно в промышленности, в социальной сфере осталось 30% конечно, может быть, кто-то жил беднее кто-то сейчас живет богаче я говорю, но жили мы спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне сегодня, какой бы ты ни был богатый какой бы у тебя ни был статус в любой момент, все может повалиться и все может развалиться а также спросили они меня, почему Молдова ругается с Россией зачем вы ругаетесь с Россией там такой огромный рынок, там так здорово работать как только россияне ввели эмбарго на молдавские вина в Молдове говорит, вот буквально этим летом мы как туда поехали и умудрились продать все, что у нас было в Россию все, зачем вы с ней ругаетесь, это ведь такой рынок сбыта вся Европа бьется за этот рынок а вы сами отдаете золото, которое держите в руках посему я думаю, что нынешняя власть не просто власть это обыкновенные предатели собственного народа которые ради того, чтобы набить собственные карманы гробят наш бюджет ухудшают жизненный уровень населения простых людей поэтому мы имеем, что имеем даже сейчас, вот я как представитель комиссии по сельскому хозяйству в парламенте знаю даже сейчас со всеми теми условиями льготными, которые имеет Молдова по сравнению с Евросоюзом мы туда продаем основную нашу стратегическую продукцию, вино всего 1,4 млн декалитров в то время, как сейчас, когда у нас блокада, проблемы с Россией мы продаем 30 млн декалитров куда мы лезем, чего мы хотим мы хотим угробить полностью свою экономику мы хотим полностью лишиться промышленности эта власть к этому идет позор нынешней власти руши и нет позор руши и нет